Иисус, сын Давидов 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 «Мессия, Спаситель мир». В его сердце вспыхнуло надежно на то, что сын Давиду, пришедший спасти всех, и его самого выведет из мрака, дарует ему зрение. И вот однажды, когда у ворот Ерихона послышался шум многолюдного шествия, слепой нищий спросил, что случилось, и в ответ услышал долгожданные слова, «Иисус на заре идет». Услышав такие слова, Ерихонский слепец всю силу своей веры и надежды на Бога вложил в восклицание, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Законникам также, шедшим среди окружавшей Спасителя толпы, возраст Ерихонского слепца показался кощунством. Они не хотели видеть в Иисусе из Назарета, обещанного Богом Мессию. И потому попытались заставить слепого замолчать. Но чем больше его пытались осадить, тем гробче он кричал Христу, «Сын Давидов, помилуй меня». И Господь остановился. Слепой нищий у городских ворот был одним из тех, кто был избран для того, чтобы на них явилась благодать Божия, явились дела Божии. Иисус Христос не стал испытывать веру Ерихонского слепца, как поступал он с другими людьми, молившими его об исцелении. Грядущее исцеление заключалось уже в ликующей, не знающей сомнений мольбе слепца, «Сын Давидов, помилуй меня». Душа этого человека уже обладала острейшим внутренним зрением, и для Спасителя ничего не стоило снять пелену мрака из его телесных очей. Обращаясь к слепцу, Господь говорит, «Прозри, вера твоя спасла тебя». В этих словах Господа заключается не только избавление от земной скорби, но и намного больший дар – обетование вечной жизни. И последующие поступки Ерихонского слепца показали, что он был достоин такой милости Божьей. Люди, которым Господь во время своего земного служения подавал исцеление, вели себя по-разному. И очень многие просто-напросто забывали о том благодеянии, которое им оказал Христос. Кто-то это делает под натиском запугиваний со стороны иудейских старейшин, кто-то просто потому, что не считал себя кому-то чем-то обязан. Ерихонский же слепец, получив телесное зрение, не потянулся к пестрым приманкам мира. Его прозревшие глаза искали одного – того, кто его исселил. В едином порыве бывший слепец совместил и благодарность, и готовность служить Сыну Божью. Пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Как жестоко можно ошибиться, если судить о людях по внешности. Мы привыкли уважать тех, кто занимает солидные общественные положения, блистает знаниями и красноречием, чья одежда безупречна, а манеры безукризненны. Иначе смотрим мы на людей простых, не говоря уже о нищих или больных тем или иным тяжким недугам. Ведь даже если мы делаем им добро, то в душе превозносимся над ними и тем самым впадаем в гордыню. Господь же судит о людях совершенно иначе. Он смотрит не на внешнее, но на внутреннее. Ведь за неприметной или даже отталкивающей внешностью очень часто кроется прекрасная святая душа. Священное Писание говорит о том, что многие последние окажутся первыми в Царстве Божьем. А значит, христианин не должен и не смеет превозноситься ни над кем, но ко всем людям должен относиться с уважением, почитать их выше себя, тем самым преклоняясь перед сокрытым каждым человеке образом Божьим. Иначе и мы уподобимся тем лицемерным фарисеям, которые с презрением закрывали рот Иерихонскому слепцу, и в то время, как он был свят, они оказались обречены гиенне. По словам святых отцов, мы должны не превозноситься тем, что дали нуждающемуся милостыню, но наоборот. Мы должны благодарить этого нуждающегося за то, что он принял нашу милостыню, потому что тем самым он приблизил нас к Царству Небесному. Совсем немного строк отводя Священное Писание повествованию об Иерихонском слепце, а как глубока и поучительна эта история просветленной человеческой души, скрывавшейся под убогой оболочкой слепого нищего. Дай нам Бог сподобиться хотя бы толике того духовного зрения, каким обладал этот нищий богач, одетый в лохмоття избранник Господень. Некоторые говорят, если бы мы жили во времена Спасителя, видели бы Его самого и Его чудеса, тогда бы мы, конечно же, оставили все мирские дела и последовали за Господом. Но так ли это на самом деле? Блаженый Августин пишет, нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера – это сила духовного зрения – не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются небеса, и нам становится зримым Сын, сидящий одесную Отца. На самом деле наше время гораздо благоприятнее для стремящихся к вере, чем годы земного странствования Сына Божия. Нам нет нужды довольствоваться смутными слухами об учении божественной любви и сетовать на непонятность некоторых изречений Спасителя. У нас есть богодухновенные священные предания и толкование завета в творениях святых отцов и учителей Церкви. Будем же хранить бережнее, чем зеницу ока, нашу святую веру, и в любых страданиях будем почитать себя счастливыми, если нам удастся сберечь это нетленное сокровище. Да светит нам сквозь тьму, лежащего возле мира, образ ерехонского слепца, который стремится к Богу. Ибо мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok